Мультиселенная слишком малоизвестна, поэтому сейчас это исправим в разборе нового потрясающего спецэпизода Леди Баг Про приключения с Шэдоу Баг и Когтя Нуара, я вас заверяю, это 10 из 10 Эпизод крадет внимание каждую секунду, а новые персонажи вышли просто чудесными, но не только новые Поэтому сегодня без пересказов мы разберем самые интересные и важные моменты из нового спешла Я подразумеваю, что вы уже посмотрели его, но если вы вдруг этого не сделали, то незамедлительно посетите телеграм-канал Нуар Шоу Где уже спецэпизод доступен для просмотра, не считая еще кучей горячих новостей и контента по Мираклус Ссылка в описании А начинает спешл никто иной, как Габриэль Пусечка Его вариация из альтернативной вселенной Чудо Вокруг Является Габриэль не каким-то бражником, а Эсперией Вместо Акум, имеющей Камико, добра вариация Акум, дающая добровольно и после согласия вселившимся силы, работающие во благо Камико в целом это женское имя, которое состоит из двух японских слов Ками, что означает божество, и Ко, что переводится как ребенок или дитя Но это не просто добрый пусечка Габриэль из другой вселенной Это один и единственный герой из той вселенной И лишь несколько знакомый нам персонажа в группе сопротивления в обычном обличье помогает нашему герою Так что же там происходит в этой параллельной вселенной? Существует некий верховный Нам не говорят о том, кто это и чья личность скрывается под этим именем Но можно предположить, что это грозная, злая и сильная версия мастера Фу Это диктатор держит весь мир в своих руках Тот самый злодей, который смог захватить мир Но мы его не увидим А владельцы талисманов, его верные помощники Такими являются Шэдоу Бак, Коготь Нуар И таковыми являлись Габриэль и, наверное, Эмили Что случилось тогда с ней, сказать точно нельзя Но предположу, что она первая решила пойти против верховного И, к сожалению, быстро поплатилась Это горе не убило Габриэля Он встал на путь сопротивления и надежды Что их мир можно изменить и победить злое зло В одиночку с талисманом Мотылька он не справится Именно поэтому как-то он нашел нашу вселенную с Леди Баг А дальше вы уже знаете Он встречается с Маринет, Леди Баг и Котом Нуаром Видя их, их намерения, взаимодействия Этот добрый мир у него снова зарождается надежда Что все еще можно изменить в его мире И это очень мило Габрюська Солнышко Злодей заставляет и Бекути, это комитизированная версия Али Которая умеет открывать портал в другие параллельные миры Открыть портал во второй раз Пригрозив расплаты над Нина Поэтому после Эсперии на нашу вселенную нападает Шэдоу Баг и Когат Нуар Ух, горячо Их цель талисманы Мотылька И они не остановятся ни перед чем Даже если нужно будет уничтожить весь этот мир Это приводит все к просто потрясающей заварушке под Эйфелевой башней Между нашими героями и их параллельными вариантами И правда хочу сказать, это потрясающая боевая сцена Наполнена экшеном, должным диалогами И началом погружения в их конфликт Между всеми четырьмя героями Но злодеи оказываются гораздо сильнее И Эсперия комитизировав котика Спасает добряков на перезарядку умений Перезарядка не требуется злым версиям Но почему же? Это сложная структура камней чудес Наша Маринетта и Адриан имеют ограничения по силам До взросления финала пятого сезона Ради их же безопасности и безопасности камней Параллельные вселенные талисманы изначально были использованы во зло И только ради выгоды Поэтому система перестала работать должным образом Но при этом, даруя бесконечную льду нашим героям Селы постепенно их убивают Что видно на примере Шеди Баг И ее опухших вен на лице И да, давайте глубже разберем этих персонажей В целом, они не столь напарники, сколько союзники в одной структуре под крышей Верховного У них нет никаких чувств друг к другу Никакой дружбы и всячески они спорят И норовятся стырить талисманы друг у друга Шэдоу Баг не понимает, зачем этим заниматься А вот у Когтя есть свои на это взгляды Кто такая Маринетта из другой вселенной? Разбирая внутри девочку Жизнь без подруг Любящей матери Только ужасающая Хлоя, разрушившая ее жизнь Единственное, что у нее есть Талисман и шанс благословления от Верховного Если та принесет ему талисман мотылька Поэтому это абсолютно не та обычная девочка Которую мы так давно знаем Но так ли это? Стоил ей просто прочитать дневник Маринетт из нашей вселенной Как вместо ее пассивно-агрессивного взгляда Появляются трогательные слезы радости за ее жизнь Хоть и в другой вселенной В этот момент она мгновение погружается в жизнь Которую никогда не имела От которой трижды бы отреклась Но которую так сильно хочет В глубине души Поэтому рассказ Маринетта о подружках Котике Маме Не оставляет ее равнодушной И когда ей приходится мимолетно пересечься Сабин Из нашей вселенной Она чувствует ту любовь к ней от мамы Да, Сабин посвящала эти теплые слова своей Маринетт Но Маринетт и в другой вселенной Маринетт Когаджи не менее пострадал своей вселенной Он также потерял мать Потерял внимание отца Хоть мы и понимаем за какой причины Габриэлю пришлось посвятить свою жизнь геройству Но самое главное Он не имеет друзей Их любви и близкого человека Он сломлен И все что он желает Возродить свою мать Именно поэтому норовился Украсть талисман Шэдолбак Когда та не понимала зачем ему все это Наш Адриан смог пережить утрату матери Взамен на свое спокойствие Он получил много друзей И любимую девушку Хоть я и хочу уточнить Что у нашего Адриана Проскальзывали мысли В заполучении талисмана Леди Баг И загадание желания Спасения матери Но он быстро себя остановил И я не могу пройти мимо этого Наш Адриан был не менее сломлен Чем Эмма Адриан Они оба переживали эту утрату с трудом Но только наш Адриан справился И это по-новому раскрывает Уже давно-давно знакомого нами персонажа Но возвращаясь к сюжету Шэдолбак узнает из дневника Маринет Что будет если совместить их талисманы И понимает причину странной страсти когтя За получение талисмана Божьей Кировки И сама не упускает шанса И отбирает кольца когтя Активируя Гимми Желание ее улучшить свою жизнь Такую как у нашей Маринет Но что-то идет не по плану И это очень важный и интересный момент Гимми не разрешает загадать желание Ведь только Верховный может это сделать Так все и обрывается А теперь разберем что это значит Верховный – таинственная властвующая сила в их вселенной Имеющая при себе наверняка все возможные талисманы Многовероятно это Мастер Фу Возможно и Шерест Что могло бы выясниться в шестом сезоне И объяснить странное явление в финале пятого сезона Но логичнее первый вариант И многовероятно злой Фу в этой вселенной Использовал сам Камни Чудес Божьей Коровки и Кота Загадав желание стать Верховным И подчинить себе талисманы Поэтому Гимми также подчиняется Верховному И не дал возможности активации желания для Маринет Идем дальше и узнаем еще об одной маленькой детали Раскрытие их личности друг другу Офигеть Но для концепции их вселенной это даже неплохо А вот самое интересное Адриан Эмо еще давно влюбился в Маринет Эмо Когда та терпеть не могла модель Адриана Агресс И была его хейтершей А вот теперь они узнали свои личности И Адриан Эмо такой типа котик А она, а на пофиг Это точно параллельная вселенная Но это все равно не мешает им вновь объединиться Ради общей и пока неизменной цели Поимки талисмана мотылька И тут даже вот-вот у них первый в жизни теплый момент проскочил Но теплый дилю в сердце девочки портит тот самый Монарх, ах зараза Да-да, тот самый Он уже пытался познакомиться с нашими злюками Но они быстро прогадали тему И послали монарха с его акумами Но в этот раз он пришел, зная их пожелания И объединился, чтобы победить героев И Исперию Казалось бы, ГГВП Но Аля узнала об этом плане и рассказала героям Они смогли придумать маневр А также поняли, что у них есть возможность достучаться до сердца их злых вариантов Они верят, что за злой маской присутствует та доброта и любовь, что и они испытывают А Исперия в этом плане фигурирует как ангел-хранитель от монарха То есть от самого себя из другой вселенной И это очень круто Дальше идет драка по парам И наши герои все же смогли достучаться до других себя И я уже рассказывал о эмоциях и чувствах наших злых вариаций И наши герои смогли им донести правильную мысль Которую только они сами смогли бы себе правильно сказать Наши герои Маринет и Адриан также не идеальны Но они смогли справиться с трудностями И подсказать своим эмо-двойникам Что им нужно сделать для счастья Честно, сердце крови обливается Это так трогательно Наши уже не из люки преобразовываются Становятся на путь добра и больше похожими на настоящих героев И пока мы не перешли к жарким камео Хочу просто сказать, что в этой истории со злыми параллельными личностями Очень много заложено было и для наших героев Очень жаль, что спешл вышел позже Гораздо выхода третьего эпизода пятого сезона Во время которого и происходят те события Наши герои смогли взглянуть на себя же с другой стороны Как и злые вариации смогли увидеть себя другими Верующими в добро и любовь Даже если вокруг все настроено против тебя Ведь правда, Маринет потеряла веру в себя как в героиню Буквально этим же вечером произошли события финала четвертого сезона И начала пятого Но несмотря ни на что Алия и Котик всеми силами поддерживали и верили в нашу героиню Что и помогло ей достучаться до самой себя Видя, что так желаемую лучшую жизнь Злодеи и герои могут получить не от верховного И не от талисманов Видя Алию и рассказ о лучшей жизни здесь и сейчас Они решаются на это Видя наглядно, что такое лучшая жизнь Поэтому и правда так радостно Видеть их первое первоплощение в новые личности Теперь своей параллельной вселенной вместе с просто солнышком Эсперии Они будут сражаться против Зои Злюки Верховного И, к сожалению, не во второй части спешла Которую так хочется увидеть Ведь будто бы должно быть продолжение там Но, увы Но все же очень надеюсь, что мы вновь встретим эту леди не шэдоубаг И усы правосудия в компании Эсперии и сопротивления Ведь про это можно вообще отдельный сериал сделать Ну ладно, давайте напоследок КАМЕО Монарх такой и джеталисман из параллельной вселенной Поэтому, ааа, что это за чудо? Первая попытка вселенной, где Али и Зои являются постоянными героями Вторая вселенная, не вышедшая Леди Баг Пи Ви в стиле аниме Третья вселенная, комикс-версия Причем реально существующая манга по Леди Баг Куда я заглянул в Монарх и также поучил людей Четвертая, самая жаркая Мистер Баг и Леди Нуар с комитизацией Ааа, вырубайте, это мой внутренний фанат бежит от счастья Ух, это было нечто Казалось бы, что может быть жарче финала пятого сезона А тут вот такой спешл про Шэдоу Баг и Когтя Нуара Не верил, что выйдет что-то великогодное Но в итоге получилось еще лучше Это потрясающий спецэпизод на голову выше всех, которые были А были они очень хороши Проработка сценария, картинка и визуал А главное, новые и старые персонажи Ведь должное внимание получили и наши Маринет с Адрианом И даже Аля была не просто так Я про эсперию эту пусечку вообще молчу Очень хочу сделать еще видео по этому прекрасному спешлу Для этого обязательно ставьте лайки И пишите в комментариях желание увидеть еще видео по этому сие чуду И не забывайте делиться своими впечатлениями От реально годной экранизации мультивселенной Леди Баг И появления новых персонажей в нашем Миракулос сердечке Очень надеюсь, вам понравился разбор И мы вновь скоро встретимся Всем спасибо за просмотр До новых встреч